Внутренняя политика России Мы ограничимся, здесь очень много фактического материала. Первая арабская здесь, в кавычках, просвещенный абсолютизм-курс на модернизацию общества. Что это за термин модернизация? Кто мне может сказать? Что мы подразумеваем, когда говорим модернизация? Дело в том, что при образовании может быть и противоположной модернизации. Модернизация, модерн, это что означает по-английски модерн? Современный, то есть осовременивание. Другое дело, что у нас модернизацию очень долго воспринимали как вестернизацию, как процесс превращения в нечто западоподобное. Значит, курс на модернизацию общества. Вторая арабская. Основное противоречие русского просвещенного абсолютизма-наличие крепостнической основы. Третья, в кавычках, личный фактор Екатерина II. Вторая римская. Переворот 28 июня 1762 года и приход Екатерины II к власти. Здесь первое предложение Никиты Панина. Это предложение, попытка ограничить власть самодержества. Вообще нужно сказать, что как только в России приходил новый самодержец, тут же группа сановников выходила с предложением, которые по форме вроде бы должны усилить центральную власть. По сути дела, они должны были ее ослабить и олигархизировать. То есть они ему предлагали коллективное руководство. Дело в том, что русская история, построенная историей русской власти, на трех принципах – олигархическом, опричном и самодержавном. Я вам уже рассказывал про опричнину, что для чего понадобилась опричнина. Не было других средств выкорчевать олигархический принцип. А компромиссом, который снимал противоречие между опричным, то есть чрезвычайным принципом, и олигархическим, был самодержавный. И вот вся история России – это чередование взаимодействия этих трех принципов. Приходит человек к власти на основе, скажем, такой опричной или квазиопричной системы – Петр I. Затем начинается олигархизация самодержавия, ну и затем она становится такой самодержавной при Екатерине. И вот этот цикл крутится, и, по-видимому, пока Россия будет существовать, набор этих трех принципов не изменится. Он уйдет только вместе с Россией. Вот когда-нибудь, если Россия прекратит существование, комбинация этих трех принципов уйдет. До тех пор, пока Россия существует, эти три принципа будут крутиться. Они тесно связаны друг с другом и взаимно уравновешивают. Дальше поехали. Значит, записали первое предложение Панина. Второе. Первые шаги императрицы. Здесь в скобочках. Секуляризация церковных и монастырских владений. Точка с запятой. Путешествия Екатерины Второй по России. Ну, естественно, ей надо было ездить по России. Она немка, вообще мало чего знала, и, естественно, начала ездить, смотреть. Кроме того, она создавала образ подлинно русской царицы, императрицы. Ликвидация гетманства на Украине. Скобку закрыли. Третье римское. Наказ в кавычках Екатерины. Наказ в кавычках Екатерины. И, опять же, в кавычках, уложенная комиссия. Четвертое римское. Правление Екатерины Второй-апогей крепостничества. Скажите, а кто из русских царей сделал больше всего для того, чтобы облегчить положение крепостных? Александр Второй их освободил. Потому что уже освободить вообще ничего не стоило. Сопротивление было, но ничего не стоило. А вот был царь, который издал 100 указов, облегчающих положение Николая Первый. Конечно. Да, и Николай Первый был последний русский царь, который ходил без охраны. Павел Первый тоже ходил без охраны. Ну, народ был погиб угливый еще. И был период, когда Павел Первый запретил ношение котелков, как символа вольнодумия французского. И вот Павел ходил, гулял с палочкой и эти котелки сбивал у тех людей, которые ходили в котелках. Но ходил спокойно совершенно. Вот Николай Первый тоже ничего и никого не боялся. А вот с Александра Второго начинаются уже, так сказать, покушения на царей. И все хождения без охраны заканчиваются. Пятое Римское. Казацко-крестьянская война под предводительством Пугачева. Первое арабское здесь. Причины казацко-крестьянской войны. В скобочках. Усиление и распространение крепостничества. Точка с запятой. Ухудшение положения городских низов. А кто читал Пушкинскую историю Пугачева? Рекомендую всем. Вещь небольшая. На мой взгляд, это одна из лучших историй Пугачева. Можно, конечно, Капитанскую дочку прочитать, но Капитанская дочка – это художественная вещь. А история Пугачевского бунта – это очень хорошее сжатое изложение истории Пугачевского бунта. Очень рекомендую всем. Второе арабское. Начало казацко-крестьянской войны. Пугачев у Яицкого городка. Яицкого с большой буквы. Кто мне напомнит? Яек – это что за река теперь? Как называется? Урал. У Яицкого городка 1773 год. Третье. Первый этап казацко-крестьянской войны. Точка осада Оренбурга. Октябрь 73-го, март 74-го. Здесь же поражение Пугачева под Татищевой крепостью. Четвертое. Второй этап казацко-крестьянской войны. Восстание в Башкирии. Взятие Казани. Июль 74-го. Поражение Пугачева под Казанью от Михельсона. Пятое. Поражение восстания. Бегство Пугачева. Крестьянское восстание в Поволжье. Я напоминаю, что у нас крестьянских войн в строгом смысле этого слова не было. У нас были казацко-крестьянские восстания. Как только казаки прекращали сопротивление или бросали крестьян, крестьян тут же громили. Шестое. Арест и казнь Пугачева. Седьмое. Причины поражения и значение восстания Пугачева. Точка последствия восстания. Шестое. Римское. Губернская реформа. Седьмое. Римское. Расширение прав дворянства. В скобках и в кавычках. Жалованная грамота. 1785 год. Восьмое. Римское. Ликвидация Запорожской сечи и введение крепостного состояния на Украине. Девятое. У нас будет экономическое развитие России во второй половине 18 века. Первое. Арабское. Экономическое развитие русской деревни. Здесь. А. Экстенсивный рост аграрного производства. Двоеточие. Рост населения. А как вы думаете, сколько в середине 18 века в России было населения? Почти. Значит, 18 миллионов в 1747 году. Записываем. Точка с запятой. 36 миллионов в 1796. Точка с запятой. Значит, 4% горожане. Остальное население, соответственно, сельское. Сельское население. А вот в классовом плане это следующее. 54% частновладельческие крепостные, то есть крепостные, которые принадлежали частным лицам. 54%. 40% государственные крестьяне, крестьяне, которые принадлежали государству. И 6% дворяне и духовенства. Точка с запятой. Освоение новых территорий. А кто знает, какая территория была освоена при Екатерине интенсивно? Она пришла при Екатерине. Крым и Новороссия. Значит, освоение новых территорий, прежде всего, Новороссии. Б. Повышение товарности сельскохозяйственной продукции. Записываем это все. Это скучные вещи, но они будут нужны нам. Точка с запятой. Рост цен на сельхозпродукцию. Точка с запятой. Окончательное складывание всероссийского хлебного рынка. Появление новых. И распространение уже известных сельскохозяйственных культур. А кто знает, какие у нас сельскохозяйственные культуры появились? Новые или они были не очень распространены, а вот в Екатерининское время стали широко распространяться? Это в основном три культуры, причем очень известные. Картофель. Он впервые к нам попал в 17 веке. Против него очень выступал Никон. И он не очень распространялся. А вот при Екатерине он пошел очень активно. И еще подсолнечник и сахарная свекла. Запишите. Картофель, подсолнечник и сахарная свекла. Второе арабское. Социальное развитие русской деревни. Точка. Крестьяне и помещики. А. Расширение зоны крепостничества и его усиления. Б. Первые признаки деформации крепостного строя. Двоеточие. Товаризация натурального хозяйства. Крестьян. Понятно, что такое товаризация хозяйства. Когда крестьяне начинают продавать свои продукты в качестве товара. Это называется товаризация. Лишение крестьян самостоятельного ведения хозяйства. Прямая и косвенная формы обезземеления. А кто знает, сколько нужно в Центральной России на рыло человека было иметь земли, чтобы прокормиться с земли? В гектарах. Как вы думаете? Вот на человека сколько нужен? Какой участок земли? В Центральной России. Я не говорю там про Новороссию, где почва хорошая. А вот Центральная Россия наша, где мы живем. Сколько нужно гектаров, чтобы прокормиться? Значит, смотрите, чтобы прокормиться, нужно было 4 гектара на человека. Нет, значит, несколько. Ну, это зависит от системы земледелия. Что-то должно быть под паром. Это зависит от системы земледелия. Но самое интересное вот что. Как вы думаете, сколько в 1913 году? Это к вопросу о том, из-за чего произошла одна из причин революции. Значит, для того, чтобы прокормиться с земли, нужно было 4 гектара на человека. Как вы думаете, сколько было в 1913 году на человека земли? 0,4 гектара. То есть, в 10 раз меньше, чем нужно. И это при том, что по мере развития промышленности у крестьян исчезала такая вещь, как доходы, как кустарный промысел. То есть, я вам говорил в самой первой лекции еще в том семестре, что есть такой термин – евразийское неудобие. Вот русское сельское хозяйство, оно рискованное. Урожайность очень невелика. САМ-3, САМ-4 в Центральной России. И вот это вроде бы земли много, но поскольку урожайность невысока, получается, что на самом деле земли немного. Это в Китае или в Индии можно на небольшом участке два раза собирать в год урожай и обкормиться этим рисом по самой не хочу. Здесь совсем другая ситуация. Значит, вот там, где мы записали прямая косвенная форма обезземеления, в скобочках пишем увеличение барской запашки, увеличение оброка. В. Низкий уровень агротехники. Третья арабская – промышленность и ремесленное производство. Мануфактуры, двоеточие. Казенные, то есть государственные. Казенные, частные, водчинные, купеческие, крестьянские. Четвертая арабская – торговля. Здесь ярмарки, торжки, стационарная торговля. Стационарная – понятно слово? Ну, то есть постоянная. Стационар – больница. Стационар – поликлиника. Стационарная, то есть постоянная торговля. Внешняя торговля. Таможенные тарифы 1757, 1766 и 1782 года. Точка – политика протекционизма. Что такое протекционизм? Все знают? Так, а кто не знает, почему не спрашиваете сразу? Нет, ну не обязательно русского. Вообще политика протекционизма – это когда государство защищает свои экономические интересы, с помощью… Как можно государство торговые свои интересы защитить? С помощью чего? Таможенные пошлины высокие. Совершенно верно. Вот это и есть политика протекционизма. Пятое – финансы. Пятое – арабское финансы. Здесь займы и ассигнации. Это очень важный момент, потому что Екатерина разорила страну. Вообще нужно сказать, что по поводу Екатерининского управления есть масса мифов. Очень часто говорят там «матушка Екатерина». Но Екатерину могли, имели основания прославлять в конце ее правления 3 миллиона человек из 33-х. Потому что для остальных 30 миллионов, для крестьян правление Екатерины было худшим периодом в русской истории. Потому что до более скотского рабского состояния никогда русские крепостные не были доведены, как во времена Екатерины. При дворянам действительно и при Екатерине жилось хорошо. Но опять же, проедалось будущее на самом деле. Потому что Екатерина, как мы увидим, посадила страну в такую финансовую яму, из которой удалось выбраться только спустя 50 лет после ее смерти. Поэтому все восторги по поводу Екатерины – это вещь совершенно такая, идущая от незнания реальности. Шестое арабское. Социально-экономическая политика государства. А. Экономическое развитие страны-главная задача. Б. Вовлечение дворянства в предпринимательство. Точка с запятой. С большой буквы. Дворянский банк. Винная монополия дворянства. Только дворяне имели монополию на винокурение. Естественно, эта монополия нарушалась, но формально только дворяне имели право изготавливать спиртные напитки. В. Политика в отношении купечества. Г. Экономический либерализм. Двоеточие. Отмена монополии в торговле и промышленности. Точка. Манифест 1775 года. О свободе предпринимательства для всех, включая крепостных. Десятое римское. Внутренняя политика Павла I. Первое арабское. Некоторые ограничения прав дворянства. Второе. Усиление регулирующей социально-экономической роли государства. Третье. Первые шаги по ограничению крепостничества. Павел I был первый русский царь, который попытался ограничить крепостничество. После него все цари, особенно Николай I, будут ограничивать крепостничество, пока оно не будет отменено. Каким царем? Кто отменил крепостничество у нас? Александр II в каком году? В 1961. Четвертое арабское. Заговор против Павла и его убийства. Одиннадцатая римская. Общая оценка 60-х-90-х годов XVIII века. Здесь золотой век, в кавычках, дворянство. Апогей крепостничества. Развитие дворянской культуры. Это структура этой темы, которая должна быть перед глазами. Сразу же после коронации Екатерины обострились разногласия в ее окружении. Я вам уже в предыдущей лекции рассказывал о том, что Никита Панин, воспитанник наследника, стремился ограничить права императрицы. Вообще нужно сказать, что каждое новое правление, правление каждого нового царя, особенно в XVIII, начале XIX века, начиналось с попытки высшей аристократии, высших чинов ограничить самодержавие. Как правило, из этого ничего не выходило. Так вот, сначала Никита Панин и его сторонники попытались ограничить власть Екатерины императорским советом. Они хотели создать такую структуру. Была еще одна группа, которая тоже хотела поучаствовать во власти. Это братья Орловы, которые рассчитывали на брак Григория Орлова, ее фаворита, с императрицей. Панины, Разумовские, Воронцовы, то есть традиционная такая аристократия, были против этого. И опасаясь засилия Орловых при дворе, Панин в лицо сказал Екатерине, императрица русская, вольна делать, что ей хочется, но госпожа Орлова царствовать не будет. То есть смысл такой, ты выходишь замуж за Орлова, ты не будешь царицей. В принципе, Екатерину устраивала эта ситуация. Она не хотела выходить замуж за Орлова, потому что она понимала, что это подрывает ее статус. Ее устраивал фаворит Орлов, но не муж Орлов. Екатерина отправила в отставку ряд вельмож Елизаветы и Петра Третьего. Она похоронила проект Панина. Но некоторое административное новшество все же ввела. Одним из первых серьезных событий правления Екатерины была попытка офицера по фамилии Мирович освободить Иоанна Антоновича. Помните, в 1740 году произошел переворот, и Елизавета отстранила от власти тогда младенца при регентах родителях Ивана Пятого. Этого мальчика заточили в тюрьму, то есть в 40-м его заточили. Екатерина приходит к власти в 62-м году, ему было уже 22 года. Он вырос в камере, он был не вполне адекватен. Естественно, заговорщики об этом не знали. Они хотели его освободить и посадить на трон. Они не знали только одного, что по инструкции в случае попытки освобождения Иоанн должен быть заколот стражей немедленно. Что и произошло. Как только Мирович ворвался в тюрьму, чтобы освободить Иоанна, пока он прорывался, охранники закололи этого молодого человека. И вот это было первое такое крупное политическое событие правления Екатерины. Мирович после этого сдался и был казнен. На обществу это произвело отрицательное впечатление, потому что за времена Елизаветы люди отвыкли от казней. И отрицательной была также реакция духовенства на то, что Екатерина сделала в 1763-64 годах. Она провела секуляризацию церковных и монастырских владений. Владения эти были переданы в коллегию экономии. И с тех пор жившие на ней крестьяне, это примерно 1 миллион человек, получили статус экономических крестьян. То есть экономические крестьяне – это всего лишь крестьяне, которые жили на землях коллегии экономии. То есть Екатерина отобрала 1 миллион крестьян у церкви. Эта мера была одновременно экономической и антицерковной. Еще одна мера первых лет правления Екатерины – это приглашение иностранцев для поселения в России. Кто знает, кого, прежде всего, Екатерина пригласила поселиться в России и где они поселились. А никто не знает, что у нас были такие немцы-поволжья. Так вот, приехали они, первая волна такая крупная, это были не просто люди, которых пригласили на службу. Их пригласили поселиться в России, что и было сделано. Так вот, это было при Екатерине. Ну и в это время широко распространяется в России картошка. В 17 веке она не получила распространения, а главными едоками картофеля в Европе кто был? Откуда картошку привезли в Россию? Главные едоки картофеля в Европе. Подсказка – это очень бедная страна. Это одна из самых бедных европейских стран. Ну, она вообще-то и сейчас не богатая, но вот тогда, в 18 веке, она была очень-очень бедная. Но она и сейчас не богатая страна, вообще-то. Нет. В Португалии есть кое-что и другое, кроме картошки. Нет, вот, представляете, кроме картошки ничего. Ирландия. 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 Изучая положение дела, Екатерина стремилась познакомиться с Россией. В 1763 году она съездила в Ростов и Ярославль. В 64-й году в Ост-Зейский край. Ост-Зейский край – это что такое? Кто знает? Ост-Зее – Восточное море. Так немцы называли Балтийское море. То есть, это Прибалтика, Ост-Зейский край. В 1768 году она проехала по Волге до Симбирска. Вообще, после Петра I – это был первый монарх, первая государственная, которая ездила по стране. Между Петром и Екатериной никто из монархов большого интереса к России не проявлял. В 1767-68 годах Екатерина освоилась на троне, перестала чувствовать себя самозванкой, которой она, безусловно, была, и начала действовать. Начала она с законов. Почти все монархи после Петра хотели как-то упорядочить законодательство, потому что законодательство было старым. Кто мне напомнит, когда было введено законодательство на Руси, которым люди жили в XVIII веке? И как назывался документ, по которому жили люди? Соборное уложение 1649 года. Так вот, Екатерина стремилась создать новый целостный законодательный кодекс. Именно этой целью было продиктовано составление инструкции, известной как «наказ», в кавычках, наказ, который Екатерина, в общем-то, писала сама. Точнее, не писала, а она составила компиляцию. Она взяла труд Монтес-Кье о духе законов и труд итальянского юриста Беккария о преступлениях и наказаниях. И из 507 статей наказа, 408 она позаимствовала оттуда. Ну, кроме того, она еще кое-что позаимствовала у немецких мыслителей и радостно отдала наказ на прочтение приближенным. Приближенные пришли в ужас, потому что им этот документ показался крайне радикальным, если не революционным. Поэтому его урезали наполовину и в таком виде напечатали в 1767 году и перевели на основные европейские языки. Реакция в Европе была разной. Во Франции документ был сразу же запрещен, а Фридрих, король прусский, сделал Екатерину членом Берлинской академии. Что же такое было в наказе? Это был документ, проникнутый либеральным духом. В то же время в нем говорилось о необходимости самодержавия для России ввиду просторов. Большая страна, значит, должно быть самодержавие. Постулировалось, что равенство всех граждан состоит в том, чтобы они подвержены были одним и тем же законам, но это не распространялось на крепостных, то есть это не распространялось на огромную часть населения. Крепостное право, естественно, не отменялось, но были статьи против злоупотребления рабским состоянием, то есть нельзя злоупотреблять положением крепостных, хотя на самом деле все законодательство Екатерины подталкивало именно к этому. Наказ декларировал принцип частной собственности, охрану прав личности, уважение к законам. И вот этот наказ должен был стать таким руководящим документом для работы некой комиссии. Запишите, пожалуйста. В декабре 1766 года был издан манифест о созыве комиссии для составления проекта нового уложения, которое должно было заменить соборные уложения 1649 года. Было собрано 565 депутатов, 33% были дворяне, 39% представителей городов, 14% от государственных крестьян, 5% от высших государственных учреждений, ну и остальные, так сказать, от других социальных групп. Представлений крепостных, естественно, не было. Вот для этой комиссии Екатерина и написала наказ, она хотела, чтобы вот эта комиссия приняла некий либеральный документ. Работа комиссии показала, что между разными социальными группами существуют очень серьезные противоречия. Законодательная комиссия была открыта Екатериной в Грановитой палате 31 июля 1767 года. И сначала ничто не предвещало бурных конфликтов, которые развернутся во время работы комиссии. Затем в 1767 году комиссия перенесла работу в Петербург, ну а затем она постепенно прекращала, работа прекращалась, оставались частные какие-то комиссии. Но после того, как началось Пугачевское восстание, работа комиссии была прекращена в 1774 году. Составить новый кодекс законов не удалось. Выяснилось, что представители горожан, то есть купцы и дворяне, не могут договориться. Дворяне, например, хотели, чтобы целый ряд монопольных прав оставался за ними. Купцы хотели наоборот, чтобы только купечество имело право торговать, ну и так далее. То есть, с одной стороны, работа комиссии провалилась. С другой стороны, Екатерина поняла, что есть серьезные противоречия, между группами на которых она может играть. Но, по сути дела, комиссия в 1774 году была распущена. И России пришлось ждать довольно долго, пока не было составлено новое уложение. Кто знает, когда в России появился новый кодекс законов, сменивший соборные уложения? При Николае I совершенно верно в середине 30-х годов XIX века. Декабристов, например, судили еще по уложению 1649 года. Поэтому и в соответствии с этим уложением пятерых декабристов должны были колесовать, а остальных повесить. Но Николай отменил это решение. И тех, кого должны были колесовать, их повесили. А тех, кого должны повесить, сослали в Сибирь. Но в соответствии с соборным уложением 1649 года, вот то первоначально приговор он полностью соответствовал соборному уложению. Одним из центральных событий правления Екатерины была казацко-крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева. Я вам говорил уже на последнем занятии, что я вам очень рекомендую прочесть работу Пушкина «История Пугачевского бунта». На мой взгляд, до сих пор это одно из лучших описаний Пугачевского бунта. Разумеется, это не научная работа, да научная работа нам и не нужна в данном случае. Это просто очень хороший рассказ. Ну, скажите, художественное произведение, которое написал Пушкин о Пугачевском бунте, как называется? Капитанская дочка, совершенно верно. Каковы были социальные предпосылки Пугачевского восстания? Правление Екатерины II часто называют апогеем крепостного права и золотым веком дворянства. И то, и другое справедливо. И чем более золотым этот век был для дворян, тем более черным он был для крепостных крестьян. Во второй половине XVIII века бурно росло дворянское землевладение. Из фонда государственных земель огромные площади вместе с людьми раздавались собственность дворянам. С 1762 по 1769 год Екатерина раздала помещикам из государственного фонда 800 тысяч душ крестьян. 800 души – это мужские души только. Поэтому, множим на 5, получаем примерно 4 миллиона человек. Понятно, почему Екатерина это делала. Ей нужно было опереться на дворянство вдвойне. Вдвойне нужно было это сделать. Во-первых, она была самозванка на троне. За ней тянулся шлейф мужа-убийцы. Она была немка в России. И при том, что она приняла православие и всячески демонстрировала свое православие, она была чужой. Кроме того, ей нужно было опереться на социальный слой дворянства в противостоянии гвардии. Она хорошо знала историю предыдущих царствований, где гвардия решала очень просто гвардейским переворотом ход событий. Собственно, и сама Екатерина взошла на престол в результате гвардейского переворота. Помещище землевладения росло в центральных губерниях, а также в Малороссии и Новороссии. В 1775 году будет ликвидирована Запорожская сечь. Ну и кроме того, очень активно усиливалась власть помещика над крестьянами. Запишите, пожалуйста. В 1765 году помещики получили право ссылать крестьян на каторгу. То есть помещик мог сослать крестьянина на каторгу, не суд, а помещик. В 1767 году крестьянам были запрещены жалобы на своих помещиков. То есть ты не можешь пожаловаться государству на помещика, потому что у тебя нет такого права. Правда, дворяне не имели права казнить крепостных, но телесные наказания часто приводили к смерти, а до суда над помещиками дело доходило очень редко. История Салтычихи – это крайний случай. На самом деле, своеволие помещиков достигало совершенно фантастического размаха. Ясно, что все это вырабатывал социальный динамит, и в 1773 году этот динамит взорвался. Что такое было Пугачевское восстание? Запишите, пожалуйста. Это было совместное выступление казаков, горнозаводских рабочих, крепостных и инородцев. Инородцами на Руси, естественно, называли нерусских людей. К русским относились русские, малорусы и белорусы. Очень интересен состав командиров Пугачевской армии. Он очень точно отражает, четко отражает состав Пугачевской армии. От казаков было 52 командира, от горнозаводских рабочих – 35, от крепостных крестьян – 38 командиров. И от инородцев – это были в основном башкиры и татары – 62 командира, то есть больше всего. Восстание началось в 1773 году. Вообще, нужно сказать, что на роль вожака восстания Пугачева вытолкнула буквально судьба. Пугачев участвовал в военных походах, был ранен и пытался добиться правды. И вот он, так сказать, пытался добиться правды, достучаться до властей. Ну, а 1773 год – начало восстания. Ну, власть с него ходилась довольно жестко, наплевательски. И, в конце концов, довела человека до того, что он возглавил вот это восстание. Восстание началось с неудачной попытки Пугачева взять Оренбург. После чего он обосновался в Слободе-Берда. И здесь, под Оренбургом, началась организация Пугачевского войска. Оно делилось на сотни, десятки, ну, как обычное казацкое войско. Была артиллерия. Пугачев подписывал свои манифесты. Может быть, кто-то знает, каким чьим именем он подписывал свои манифесты. Петра Третьего, оказавшегося случайно, выжившего. То есть, он подписывался, как Петр Третий. К февралю 1774 года восстанием была охвачена огромная территория. Но с самого начала Пугачев допустил стратегическую ошибку. Он застрял под Оренбургом, пытаясь взять этот город. Нужно было плюнуть и топать дальше. Екатерина впоследствии назовет счастье, что Пугачев, как бульдог, вцепился в Оренбург и пытался его взять. В марте 1774 года Пугачев был разбит под Татищевой крепостью. Потерпели поражение многие из его командиров. Они были захвачены в плен, но Пугачев не унывал. Он ушел в Уфу, говоря, народу у меня как песку. Это действительно было правда. К нему присоединялись активно горнозаводские рабочие, башкиры, татары. То есть армия у него действительно была большая. После 1774 года базой Пугачева становятся Башкирия и Южный Урал. В это время в этот район приходит Михельсон со своими войсками и начинает преследовать Пугачева. Пугачев от него бежит и очень хорошо написал об этом Пушкин. Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием. В 12 июля 1774 года Пугачев берет Казань, но тут же к городу подходит Михельсон и разбивает его. С отрядом всего в 500 человек Пугачев бежит на право бережья Волги. И его вот эти 500 человек, они опять обрастают целой армией. И вот здесь к казакам присоединяются крестьяне. Начинается уже не просто казацкая, а казацко-крестьянская война. Я еще раз напоминаю, когда вы в учебнике встретите термин «крестьянская война», это дань авторов учебников, дань такой вот марксистской схеме, где есть рабочие, есть крестьяне, но нет казаков. На Руси ни одно восстание не обходилось без казачества. Более того, как только казаки прекращали воевать, крестьяне тут же терпели поражение. Если мы вспомним восстание Ивана Болотникова, вот руководство Ивана Болотникова в рамках первой русской смуты, в его армии были и горожане, и дворяне, и казаки, крестьян там было меньшинство. Восстание Степана Разина, казацко-крестьянское восстание. Как только казаки бросили крестьян, крестьян порубили. То же самое произошло во время Пугачевского восстания. Но в 1974 году, после того, как он ушел на право бережья Волги, к нему присоединились активно крестьяне. Бетежный дух распространился даже на подмосковных крестьян. Тем более, что разведывательные отряды Пугачева были замечены в районе нынешних Люберец. То есть, они дошли почти до Москвы, разведчики Пугачева. Заполыхали Нижегородский, Тамбовский, Пензенский и Воронежский края. Сам Пугачев в это время двигался на юг, причем двигался очень лихо. Он занимал город за городом. В течение 2-3 дня и берется новый город. Цивильск, Саранск, Пенза, Саратов. Но дело в том, что Пугачев с казаками двигался очень быстро, а крестьянские отряды отставали. В результате крестьянские отряды эти очень быстро разбивались армией, правительственными войсками. Екатерина наспех заключила мир с Османской империей, с которой она воевала в это время. И вызвала боевых генералов и офицеров, в том числе Суворова из армии. Москва укреплялась. Назначен был новый главнокомандующий Петр Панин. Но росли и силы Пугачева в Нижнем Поволжье. В августе 1974 года Пугачев берет центр волжского казачества, Дубовку, затем подходит к Царицыну. Но Царицын он взять не смог. Как Царицын сейчас называется город? Волгоградцы. Совершенно верно. А какой город стоял на месте Царицын, ну почти рядом с ним, из чего он вырос раньше? Одна из столиц Золотой Орды, Сарай Берке. Так вот, Царицын он взять не смог и был разбит войсками Михельсона у Черного Яра. Пугачев ушел за Волгу и собирался податься. Он размышлял, куда податься. Либо на Каспий, либо на Кубань, либо в Запорожье. Но не успел. Богатые яицкие казаки, яицкие, то есть уральские, спасая себя, схватили Пугачева и выдали его царским властям. 10 января 1975 года он был казнен в Москве на Болотной площади. Ответом на восстание Пугачева был дворянский террор. Ну, нужно сказать, что восставшие тоже не церемонились с дворянами, с помещиками. Это был, так сказать, террор с обеих сторон. Яицкое казачество было переименовано в Уральское после восстания, чтобы вообще стереть память о яицком казачестве, которое было ударной силой Пугачева. Яек был переименован в Урал. Волжское казачество переселили на Северный Кавказ. Зимовейскую станицу, где родился Пугачев, кстати, в этой же станице родился Степан Разин, ее переименовали в Потемкинскую, а родне Пугачева, ну, это вот мстительность женщины Екатерины, а родне Пугачева она повелела дать новую фамилию – Дураковы. То есть Пугачевы стали Дураковыми. Казацко-крестьянская война 1973-1975 года отличалась от всех предыдущих казацко-крестьянских войн. И Болотникова, и Разина, и Булавина. Дело в том, что в это время в России существовали уже более высокие формы хозяйственно-экономической организации, более четкое классовое разделение общества, ужесточение эксплуатации. С другой стороны, это условило лучшую организацию восставших. Кроме того, помогали и иностранные державы. Например, Пугачев пытался наладить выпуск своих денег. Как показывают последние исследования, деньги отпечатались во Франции. То есть это означает, что здесь был и французский след. Хотя, конечно, преувеличить его значение не стоит. В Пугачевском восстании городское население принимало очень небольшое участие. Вообще, если посмотреть на три вот этих крупных восстания – Болотникова, Разина, Пугачева, то в каждом из них постепенно снижается роль городского населения. Эта роль велика в восстании под руководством Болотникова. Она меньше в восстании Степана Разина, и она практически отсутствует в восстании Пугачева. В отличие от этого, в Европе, например, во время так называемых крестьянских восстаний, горожане играли очень большую роль. Еще раз подчеркиваю, огромную роль казачества. Но с казачеством тоже интересная вещь. Постепенно, с XVII века, власть интегрировала казаков в социальную систему. Если посмотреть на географию, то получается интересная вещь. Смотрите. В Первой крестьянской войне участвовали казаки Запорожья, Дона, Волги, Яйка и Терека. То есть, почти вся казацкая зона, но в основном западная часть. В восстании Степана Разина запорожцы и украинские казаки не участвовали. То есть, западное казачество не участвовало. Участвовало донское казачество, отчасти волжское. А вот в восстании Пугачева донское казачество уже практически не участвовало. Участвовало только волжское. То есть, смотрите, идет как бы такая волна с запада на восток, и постепенно западные сегменты казачества перестают участвовать в восстаниях, потому что они интегрируются в систему. Очень интересно сравнить численность армий восставших. У Болотникова в начале 17 века в армии было 30-50 тысяч человек. Его армия участвовала в 10 крупных сражениях, половину из которых выиграла. Захватили они 20 крепостей примерно. Во время осады Симбирска, это пик восстания Степана Разина, его армия насчитывала 30 тысяч человек. Армия Разина дала 40 крупных сражений. Самодержавию понадобилась половина вооруженных сил, чтобы подавить восстание Степана Разина. Половина вооруженных сил. У Пугачева армия была несколько сотен тысяч. У него была огромная армия по тому времени. И у него было самое многонациональное войско из всех восстаний. Пугачевцы дали примерно 15 крупных сражений. Но эти сражения были неизмеримо крупнее, чем сражения армии Разина и Болотникова. Правда, разрыв между потенциалом военным царских войск и пугачевцами был значительно больше, чем в 17 веке. Потому что армия в конце 18 века была уже регулярной. Представьте себе армию конца 17 века, которая билась с Разином, и конца 18 века. Это совершенно разные армии. Разрыв был велик. И тот факт, что пугачевцы два года лихо носились по огромному региону, он был связан просто с огромной поддержкой населения и с тем, что Россия в это время вела войну с Турцией, которую Екатерина была вынуждена прекратить. Поразительной чертой русских казацко-крестьянских восстаний было то, что их вожди либо представляли себя как царей, например, Пугачев, подписывался Петр Третий, либо тесно связывали себя с государственной властью, как Иван Болотников, либо пытались заигрывать с ней, как Степан Разин. То есть, так или иначе, все борцы с самодержавием у нас использовали самодержавную риторику. Все крутилось вокруг самодержавия в любом случае. Такого не было в Европе. Еще один очень серьезный фактор влияния пугачевского восстания – моральный. Пугачевское восстание показало дворянству всю силу ненависти крепостных крестьян к существующему строю. И с этого момента постепенно проблема крепостного состояния становится для дворян моральной проблемой. По крайней мере, уже то поколение молодое, условно поколение Петруши Гринева из «Капитанской дочки», для них владение крепостными стало уже постепенно превращаться в моральную проблему. И не случайно с Павла I начинает набирать силу тенденция постепенного облегчения положения крепостных. Екатерина прекрасно понимала, что одним террором невозможно решить проблемы страны. Она также понимала, что нужно поставить между собой и страной дворянство, укрепив его. Поэтому нужно было провести ряд изменений. Первым изменением стала губернская реформа 1775 года. Это была реформа, которая должна была укрепить власть на местах. Реформа, губернская реформа 1775 года. Екатерина вместо прежних 20 губерний в европейской части России создала 50, потому что численность населения выросла, и 20 губерний – это были практически неуправляемые зоны. Она создала 50 губерний, в каждой примерно жило 340 тысяч человек. Губерния делилась на уезды, в уезде жило 20-30 тысяч человек. Губернию возглавлял губернатор. Ему помогал вице-губернатор, который ведал казенной палатой. Казенная палата занималась простой вещью – доходы, расходы и переписи различные. В уезде власть осуществлял капитан-исправник через дефис. Капитан-исправник. Как назывался прокурор уездный, кто знает? А такое слово когда-нибудь слышали? Стряпчий. Обязанности прокурора исполнил уездный стряпчий. И капитан-исправник, вот это подчеркните, пожалуйста, и заседатели, избирались местным дворянством. Они не назначались. Это был продукт местного дворянского самоуправления. Был создан сословный суд. Верхнеземский суд и Нижний уездный. Все сословия, кроме крепостных, получили право участия в делах местного самоуправления и суда. То есть, грубо говоря, дворянина могли судить только дворяне. Губернское и уездное управления были представлены тремя параллельными рядами учреждений. Первая – общая администрация. Это цепочка губернатор, под ним прокурор, а под ним Нижний земский суд. То есть, общая администрация – это вот такая цепочка. Из губернатора, под ним прокурор, под ним Нижний земский суд. Следующий ряд учреждений – это финансовое управление. Прежде всего, это казенная палата. Под ней губернский землемер, потому что самое главное – это все, что связано с землей. Поэтому губернский землемер – это был очень важный человек. И под ним уездный казначей и уездный землемер. И, наконец, следующее и последнее – это судебные учреждения. Это верхний земский и уездный суд для дворян. Губернский магистрат и городовой магистрат для горожан. Причем, смотрите, для дворян называется суд. Язык очень хорошо выдает социальную суть. Суд, который судит дворян, называется суд. Суд, который судит горожан, называется магистрат. А вот суд, который судит казенных крестьян, называется верхняя расправа и нижняя расправа. То есть, в самой терминологии чувствуется социальная суть. Губернская реформа усилила позиции дворянства. Но еще в большей степени эти позиции усилила жалованная грамота дворянства. Полное ее название – грамота на право вольности и преимущества благородного российского дворянства. По этой грамоте дворянство получило целый ряд личных и корпоративных прав. Прежде всего, дворян теперь нельзя было пороть, физически наказывать. До 1785 года дворян можно было пороть. То есть, это очень была странная господствующая группа. Дворянина можно было выпороть. Жалованная грамота это отменяла. Дальше. Дворянство освобождалось от личных податей. Владение землей объявлялось правом собственности. Ну и, естественно, крестьянами. Без суда дворянин не мог быть лишен дворянского достоинства. Отмена телесных заказаний для дворянства – это была очень серьезная вещь. Потому что до 1785 года дворянство жило в страхе. Например, дед Пушкина Ганнибал, живя в своей деревне, когда он слышал звон колокольчика, это значит, кто-то из власти ехал, он прятался в сундук. Потому что, ну понятно, он был такой человек боязливый. Но, в принципе, это очень характерная была вещь. Потому что дворянин не был защищен от власти. Чиновник мог, например, приказать за какой-то проступок дворянина выпороть. То есть, это означало, что дворяне являются привилегированным сословием, но не совсем. Потому что, если дворянина можно выпороть так же, как крепостного, то что-то не так в его положении. И вот Екатерина это меняет. То есть, смотрите, какие две вещи происходят в течение 23 лет. Сначала Петр III разрешает дворянам не служить, а затем Екатерина делает следующий шаг – жалованная грамота и избавляет от телесных наказаний. Дворянство также получило особое корпоративное устройство в виде уездных и губернских дворянских собраний. И вот эти уездные губернские дворянские собрания стали избирать губернских и уездных предводителей. Причем губернский предводитель дворянства получал право доклада царю. Он имел право обращаться непосредственно к царю. Кроме того, была дана грамота на права и выгоды городам Российской империи. То есть, купечество тоже получило целый ряд привилегий. В то же время при Екатерине II была почти ликвидирована автономия Малороссии. Указами 1763 и 1783 года на украинских крестьян были распространены российские крепостные порядки. А кто мне напомнит, как назывался человек, который командовал на Украине после момента Богдана Кмельницкого и до 60-х годов, 18-х годов. Как назывался этот человек, как должность называлась? А? Гетман. Совершенно верно. Так вот, в 1764 году гетманство было отменено. Как развивалась экономика в это время? В 60-е годы, в самом начале правления Екатерины, в России насчитывалось 496 мануфактур и 159 железоделательных и медно-литейных заводов. То есть, всего 655. К концу XVIII века в России их уже было 2294. То есть, в три с половиной раза увеличилось число. В сырье мануфактур было много дворянских водчинных. То есть, если мануфактура водчинная, мы можем это считать капиталистической мануфактурой? Если это водчинные мануфактуры, где работают крепостные. Что нужно было, чтобы мы сказали на некое предприятие, это капиталистическое предприятие. Вот по каким? Мануфактуры там или завод, фабрика, неважно. Что должно было быть, чтобы мы сказали, это капиталистическое предприятие? Нет, частная собственность. Ну вот вотчинная мануфактура – это моя частная собственность, работают крепостные, тоже моя частная собственность. То есть капитализм – это когда есть капиталист и когда есть свободный рабочий. Потому что капитализм – это обмен рабочей силы на обеществленный труд. То есть, если капиталу противостоит не свободный рабочий, а крепостной, то капитал, это уже к капитализму не имеет никакого отношения. Такой капитализм можно в древнем Риме найти. Значит, обязательно должен быть с одной стороны капиталист, с другой пролетарий, свободный, наемный, рабочий. Он свободен продавать свою рабочую силу. И он идет сам к буржуин и говорит, слушай, возьми меня в эксплуатацию, я хочу продать свою рабочую силу. Значит, большая часть мануфактур была вотчинной и крепостническими. Промышленным центром России в середине 18 века какой был регион? Урал, совершенно верно. 90% выплавки меди там было и 65% выплавки черного металла. Урал оттеснил Тулу, Каширу и Липецк. Россия в 18 веке вывозила металл. В 1782 году, например, из России было вывезено 3800 пудов железа. Пуд это сколько килограммов? 16, совершенно верно. Когда в учебнике вы встретите термин элемент капитализма, элементы капитализма в 18 веке, то я не буду сейчас говорить о логической несостоятельности этого термина, поскольку элементы бывают только тогда, когда есть целое. Пока целого нет, никаких элементов быть не может. Где действительно развивались капиталистические отношения? Они развивались в легкой промышленности. Очень интересно, вот специфика русской жизни. С одной стороны, крепостничество. А с другой стороны, то есть, значит, ты не можешь уйти за некие пределы. А с другой стороны, крепостные крестьяне ездили по всей стране, покупали, продавали. Как это происходило? Значит, прежде всего, связано это было с тем, что активно развивался внутренний рынок и рост населения. Хлебной житницей России стал центрально-черноземный район. Росло число ярмарок. В 18 веке цепь ярмарок протянулась от кяхты. Кяхты – это почти на границе с Монголией. Значит, и Иркутск, и до Киева на Западе. В 70-е годы в России было около 1600 ярмарок. Причем старый тип ярмарок, транзитный, составлял только 4%. В основном развивается новый тип ярмарок, который собирается 3-5 раз в год. То есть, это уже не ярмарка, а постоянный торг. Капиталисты и крестьяне, так и называли их капиталисты и крестьяне, становятся конкурентами купечества. Хотя, смотрите, вот опять же, был такой масон Новиков, который сказал знаменитую фразу. Суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Правда, если поймают, то, как говорил Карабас-Барабас, как дам больно. Но это если поймают. А в принципе, значит, смотрите. Таможенный устав 1755 года разрешал крестьянам торговать только по приложенному при том пункте реестру мелочными товарами. То есть, вот в этом районе крестьянин может торговать только вот раз, два, три. Все. Остальное не смей торговать. В этом районе другим. И ты можешь торговать только в своем районе. Но крестьяне договаривались со своим помещиками. Во-первых, потому что они привозили деньги, отдавали их в качестве оброка. Во-вторых, они давали взятку начальникам. И крестьянин откуда-нибудь из Воронежа мог уехать куда-нибудь в Иркутск купить там. То есть, типа челноков. Но только, пожалуй, покруче. Скупали лен, холсты. Уезжали в Сибирь. Возвращались. И этих людей было очень и очень немало. Выручив деньги, эти крестьяне отправлялись в Сибирь, где закупали меха. Потом они возвращались назад. То есть, на самом деле, реальность России была очень сложная. И несмотря на крепостничество, был некий сегмент населения, который жил как бы в порах этой системы. Обманывал ее. То есть, жил по принципу «бумажечку твою, я махорочкой набью». И вот это вообще характерный элемент русской жизни. Развиваются пути сообщения. Было два основных вводных пути. Это Волжский от Астрахани до Ярославля. И Северодвинский. Он связывал центральную Россию с Архангельском. Росла внешняя торговля. Ну, ввозили. Вообще, внешняя торговля у нас, что во времена древнерусского государства, что в 18 веке была одна и та же. Ввозили все, что они умели делать сами. То есть, тонкие сукна, пряности, металлические изделия. Ну, а вывозили пушнина, лес, воск, ну и так далее. Экономическая политика правительства тесно была связана с нашей внешней политикой. И вот здесь, пожалуйста, отметьте, то, что я сейчас вам скажу, этого нет ни в одном учебнике. Необходимо отметить два фактора, стимулировавших экономические процессы последней четверти 18 века. Первый – это решение, в кавычках, турецкого вопроса, то есть присоединение Северного Причерноморья. Этот фактор действовал двояко. Во-первых, был устранен Крым, крымское ханство, которое отсасывало огромную массу людей. В первой половине 18 века Россия теряла 4000 человек в год. То есть, крымцы захватывали людей и угоняли их, и продавали в рабство. Естественно, вот этот район, который граничил Северным Причерноморьем, люди не осваивали, потому что они боялись быть захваченными в рабство. Все, Крым присоединен к России, крымское ханство ликвидировано, и началось заселение этого района. То есть, площадь увеличилась. Второй момент был очень интересным с экологической точки зрения. Дело в том, что поскольку люди стали селиться в этих районах и распахивать степь, там стало меньше грызунов, потому что там грызунам нечем было уже питаться. Грызуны – это главные источники, главные разносчики эпидемии. Поэтому устранение эпидемии было одним из следствий присоединения Новороссии, потому что люди теперь не боялись там селиться, распахивали степь, и либо грызуны уходили, либо их уничтожали. Стало меньше эпидемий. О том, насколько были сильными эпидемии, например, эпидемия 70-71 года, холера. Последняя серьезная эпидемия в Москве была в 1829 году, 16% москвичей умерли. Но, тем не менее, количество эпидемий постепенно стало сокращаться. И приходили они уже не из Новороссии, а из Астрахани, как в 70-е годы XIX века. В сухом остатке, запишите эти цифры. В 1779 году вывоз зерна из главных портов России превышал вывоз 1766 года в 9 раз. То есть, за 13 лет вывоз зерна из России, благодаря присоединению Новороссии, где другая совсем урожайность, чем в Центральной России, увеличился в 9 раз. То есть, при Екатерине, и это нужно поставить ей в главную ее заслугу, Россия из земледельческой страны превратилась в земледельческую державу. А вот с финансами произошло все с точностью до наоборот. Финансы при Екатерине развалились. И это давайте тоже запишем, потому что то, о чем я сейчас скажу, нет ни в одном учебнике. В момент вступления Екатерины на престол русские финансы находились в беспорядке. Вообще, так можно сказать про любого российского царя. И впоследствии, можно сказать, только чуть-чуть привели в порядок финансы, или они развалились. Вот при Николае I финансы были приведены в порядок, потому что я вам уже говорил, Николай I один из лучших наших царей, хотя этот человек совершенно не готовился стать царем. Так вот, русские финансы находились в беспорядке. Основной доход государству приносила подушная подать. Запишите, пожалуйста, вот эту разблюдовку, она очень интересная. Подушная подать приносила 30-34% государственного бюджета. Косвенные налоги давали 42-43%. Из них главным был, как вы думаете, с косвенным налогом, какой был главный налог, зная русскую жизнь? Питейный. Питейный. Значит, он давал 20% всего бюджета, питейный налог. Причем количественно питейная статья росла, что говорит о неблагоприятном положении финансов. Если государство начинает спаивать свой народ, чтобы решить финансовые проблемы, значит, не все в порядке в королевстве датском. Значительная доля бюджета шла за счет таможенного сбора. Екатерина отменила частные и правительственные монополии, но не провела этот курс до конца. Смета обыкновенных доходов за время правления Екатерины выросла почти в 4 раза. Вообще, я должен сказать, что финансовая история, вообще экономическая история, штука интересная, но именно экономическая и финансовая история у нас меньше всего в учебниках. Потому что считается, что эта вещь малоинтересная, и это можно проскочить. Хотя, на самом деле, я говорю это своим студентам постоянно в МГУ, если вы занимаетесь последними двумя столетиями истории, особенно последними столетиями, три вещи нужно знать просто очень хорошо. Финансовая история, история спецслужб, если мы говорим о 20 веке, и история нефтяной отрасли мировой. Вот эти три вещи, они определяют очень многие события. Значит, смета обыкновенных доходов за время правления Екатерины выросла в 4 раза доходов. Но это было связано не с успехами финансовой политики, а с естественным приростом населения и присоединением больших территорий. В результате выросли доходы. А вот издержки по сбору налогов с 15% всех доходов увеличились до 25%. Это означает упадок финансового хозяйства. То есть для того, чтобы собрать налоги в начале правления Екатерины, это 15% нужно было потратить средств, а в конце правления 25%. То есть само финансовое ведомство сжирало огромные средства. Финансовый результат правления Екатерины был катастрофическим. Дефицит бюджета за 34 года правления Екатерины составил 200 миллионов рублей. Это фантастическая сумма для 18 века. 200 миллионов рублей. Растущий дефицит бюджета Екатерина стремилась покрыть путем выпуска ассигнаций и путем внешних займов. Именно при Екатерине был заключен первый внешний русский займ. Запишите, пожалуйста. 2 апреля, просто это очень важная дата, это впервые Россия стала занимать деньги. 2 апреля 1769 года через посредство амстердамских банкиров Десмет был получен займ на сумму 7,5 миллионов гульденов, это 3,7 миллиона рублей, правда под щадящий процент, под 5%. В результате, к концу царствования Екатерины, внешний долг составлял 41,5 миллионов рублей. Внутренние неоплаченные счета составляли 15,5 миллионов рублей. Это то, что государство было должно внутри страны. Ну и самая, конечно, страшная вещь, это ассигнации, которые не были обеспечены серебром. Этого было на 150 миллионов рублей. Эти ассигнации выкупят только в 1840 году, постепенно. То есть общая сумма превышает 200 миллионов рублей. Павел, когда сел на трон, он пришел в ужас от этой суммы. Он знал, что в России воруют, но он не знал, что степень финансового разорения страны вот такова. На что шли деньги? Вы будете смеяться, но 29% бюджета шли на содержание финансового управления. То есть финансовое управление съедало 29% бюджета. 17,4% шло на административный аппарат. Но это в начале царствования. А в конце царствования на административный аппарат шло уже 46%. То есть смотрите, административный аппарат и финансы съедали вместе почти чуть более 60%. 30-40% шло на армию и флот. Ну и для сравнения, на народное образование 1,7%. В 1796 году Екатерина умирает и наследовал ей 42-летний нелюбимый сын Павел. Вообще у Екатерины была идея отправить Павла в сумасшедший дом, есть такая информация, а престол оставить сыну Павла, Александру, который станет потом Александром Первым. Но не сложилось. Она умерла неожиданно, и царем стал Павел. То положение, в котором Павел находился при дворе, и отношения, которые сложились между ним и матерью, которая его не любила, испортили характер этого человека. Вообще трудно сказать, действительно ли Петр III был отцом Павла 50 на 50. Павел считал, что его отец Петр III, но это не факт. В любом случае Екатерина всячески выталкивала его из круга лиц, которые делают большую политику, а в последние годы жизни, повторяю, активно противопоставляла Павлу его сына Александра. 13 лет Павел провел в чем-то близком к изоляции. А человек он был очень энергичный, и человек он был неглупый. Став императором, Павел продемонстрировал сразу же кипучую энергию. Но вот эта комбинация энергии, ума и очень плохого характера, характера испорченного вот этой вот изоляцией, она привела к не лучшим результатам. Павел входил во все мелочи, неустанно работал, следил за действиями местной администрации. Его идеалом был Петр I. В то же время у Павла были свои бзики. Например, вступив на престол, он сразу же переодел войска в форму прусского образца. Узкие панталоны, чулки, ввел букли, косы, строгую дисциплину. Он очень любил муштровать войска сам. Он получал от этого кайф. Тем, кто не успевал в шагистике, приходилось очень плохо. Наказания варьировались от ареста до ссылки в Сибирь. И офицеры отправлялись на смотр или в караул, всегда брали с собой несколько сотен рублей на случай внезапной ссылки или ареста. То есть они брали чемоданчик и деньги. Доставало всем, в том числе Суворову, но в опалу попадали даже самые преданные Павлу люди – Архаров и Аракчеев. Первым правительственным актом большой государственной важности, отметьте это, пожалуйста, был акт о престоле наследия. Павел был первым русским царем, который установил четкий порядок престола наследия. И тем самым он ограничил самодержавие. Потому что самодержец не должен никому отдавать отчет, кому он оставляет престол. Кому хочу, тому и оставляю. Самодержец. Павел сделал шаг в сторону от этого. 5 апреля 1797 года был обнародован акт о престоле наследии, согласно которому престол наследовался старшим сыном. Вместо установленного Петром I в 1722 году произвольного порядка наследования, который, повторяю, соответствовал логике самодержавия, то, что делал Петр, вводился неизменный порядок наследования от отца к старшему сыну. Павел пытался бороться с беспорядком, который царил в Екатерининской администрации. Восстановил коллегии, уменьшил число губерний, отменил кое-что в местном управлении. Павел отменял многое из того, что было сделано его матушкой. Он выбрасывал людей, возвысившихся в ее царствование. Но, ломая старое, Павел не создавал нового. И ломка екатерининских порядков отразилась в огромном числе указов и распоряжений. Запишите, что в правлении Екатерины в среднем издавалось 12 указов в месяц. При Павле – 42. Ни одна государственная административная система просто не может выдержать такого количества указов. Казна была пуста, армия была дезорганизована и коррумпирована. Командование, кстати, полком считалось равным обладанием состояния в 40 тысяч рублей. Причем вот эту коррупцию Екатерина поощряла. Один полковник, который получил много ранений, честный служак, а в разных войнах, написал Екатерине письмо. Матушка, значит, вот был я командиром полка, долгое время воевал и так далее, сейчас в бедственном положении. Екатерина написала резолюцию. Дурак. Командовал полком, а состояние не нажил. То есть Екатерина предполагала, что если ты командуешь полком, ты должен, обворовывая своих же солдат и офицеров, нажить состояние. Повторяю, значит, командование полком считалось равным обладанием состояния в 40 тысяч рублей. Это очень большая сумма. Целые рекрутские наборы превращались в крепостных. То есть как было, набирают рекрутов и их начинают растаскивать постепенно. Например, в 1795 году было собрано 400 тысяч рекрутов. Из них 50 тысяч полковые командиры растащили по своим имениям в качестве крепостных. Павел боролся с этим. Он приказал усилить отчетность. Причем не только в армии, но и в администрации. С восшествием Павла на престол среди крестьян пошел слух, что будет отменено крепостное состояние. Отчасти это произошло, потому что такой слух возникал при каждом царствовании после 1762 года. При каждом новом царствовании. Во-вторых, в апрельском манифесте 1797 года, тоже это отметьте себе, пожалуйста, запрещалось отправление барщины по воскресным дням и рекомендовалось ограничить ее тремя днями. То есть Павел, естественно, это не соблюдалось. Это большая часть помещиков это не соблюдала. Но был сделан первый шаг к ограничению крепостничества. В феврале 1797 года была запрещена продажа дворовых и безземельных крестьян с молотка. И Павел сделал совершенно фантастическую вещь для России того времени. Он запретил дробить крестьянские семьи при переходе к другим владельцам. То есть теперь нельзя было отделить мужа от жены, детей от родителей. Это сделал Павел. В 1798 году он запретил продавать крепостных без земли. То есть он запретил их продавать как рабов. Хочешь продать крепостного только с землей? Отметьте себе, что в развитии законодательства у крепостных крестьянах законодательство Павла было поворотным моментом. Были и другие меры, направленные на облегчение положения крестьян. Казенные крестьяне, то есть государственные, получили 15-десятинный душевой надел. Десятина – это чуть больше гектара. Чуть-чуть. Крайне разорительная для крестьян хлебная подать была заменена денежным сбором. И, наконец, был отменен указ Екатерины, запрещающий крестьянам жаловаться на своих помещиков. Стремясь облегчить положение крепостных, Павел в то же время искренне считал, что нахождение за помещиками – лучшая форма устройства жизни крепостных, поскольку в лице помещиков крестьяне имеют лучших попечителей, а государство – лучших полицмейстеров. Павел рассматривал помещиков как полицмейстеров государства. Поэтому при Павле, так же, как и при Екатерине, но по другим причинам, широко практиковалась раздача крепостных. За четыре года правления Павла было роздано 600 тысяч казенных крестьян. И все же меры Павла в защиту низов и в ущерб высшим классам означали поворот правительственной деятельности в крестьянском вопросе. В сословной политике Павла мерам по улучшению положения крестьянства соответствуют меры, направленные на лишение дворянства и граждан некоторых привилегий. И те, и другие опять подпали под действие телесных наказаний. Только лица, достигшие 70-летнего возраста, освобождались от наказаний. Потом, после смерти Павла, Александр опять вернется к екатеринской практике. Стеснено было местное самоуправление дворянства. В дворянских собраниях велено было присутствовать губернаторам. При этом Павел все время подчеркивал служилый, а не привилегированный характер дворянства. Однажды он сказал, «В России дворянин только тот, с кем я говорю, и пока я делаю ему эту честь». То есть он жестко завязывал статус дворянства на государственную службу, как это было до Петра III. В измененном виде возрождалась обязательная дворянская служба. В народе это называли государщиной. В народе очень хорошо поняли, к чему идет дело. Дворян-тунеядцев, согласно Павлу, не должно было быть. На службу они должны были поступать только нижним чином. До производства в офицерский чин не могли уходить в отставку. «Исключенные с военной службы лишались права служить по гражданскому ведомству». С 5 октября 1799 года никто не мог по своему хотению выбрать гражданскую службу. Это решал Сенат. То есть человек хочет по одному ведомству служить, подает заявку в Сенат, а Сенат говорит, нет, вот ты должен служить здесь. В то же время Павел, ограничивая политические права дворянства и социальные, сделал несколько шагов, которые укрепляли экономическое положение дворянства. Так был создан вспомогательный дворянский банк, который давал суду под 6% годовых. Если сопоставить крестьянскую и дворянскую сословную политику Павла, то становится ясно, что идет курс, направлен на некоторое, пусть незначительное, но выравнивание привилегий. У дворянства кое-что отбирается, крепостным кое-что дается. При этом дворяне остаются дворянами, а крепостные крепостными. Павел решил скорректировать курс Екатерины, но делал он это прямолинейно в соответствии со структурой своей личности, своего психотипа, своего характера. Порядок он наводил по-павловски. Например, при Екатерине чиновники не работали, дисциплины не было никакой. Павел вводит новый порядок. Присутственные места начинают работу в 5 часов утра. Сенат продолжал свою деятельность в течение каникулы. Павел узнал, став императором, что не разобрано 30 тысяч дел. Он заставил чиновников их разбирать без выходных. Павел был сторонником государственного контроля, но он доходил здесь до крайностей. Он стремился регламентировать все. В этом смысле он был очень похож на Петра I, который тоже, в принципе, Павел пытался делать то же, что делал Петр I. Но только разница между их эпохами составляла почти 70 лет. За это время дворянство, которое при Петре сидело тихо и боялось дышать, оно уже вкусило свобод екатерининского времени. И оно, если Петра... Вот Павел и Петр делали то же самое. Но Петра дворяне воспринимали как великого человека, а Павла как сумасшедшего. Хотя делали они одно и то же, потому что Павел бежал против своего времени, а Петр бежал впереди своего, обгоняя его. Меры Павла по регламентации повседневной жизни вызывали острую неприязнь к нему. Например, он определял, когда должна начинаться и кончаться дневная деятельность. Чиновники приходят на работу в 5 часов, день начинается в 6 часов, а в 10 часов свет должен гаситься. Все, день закончен, свет гасим. При дворе вводились особые правила танцев. Все танцующие должны были быть обращены лицом к Павлу, когда танцуют. Ну, понятно, когда люди поворачивают, значит, шею они должны были крутить все время в сторону императора. В качестве примеров вот таких мелочных регламентационных мер приведу несколько. 99-й год. 6 мая. Запрещение дамам носить через плечо разные цветные ленты. 12 августа. Запрет на ношение бакенбардов. 4 сентября. Запрещение немецких кафтанов и сюртуков с разноцветными воротниками. 28 сентября. Чтобы кучера и форейтеры, ехавшие, не кричали. Был издан после французской революции запрет носить круглые шляпы. Император, а он ходил вообще без охраны, Павел, Александр и Николай, это были последние императоры, которые ходили без охраны. Так вот, он ходил с тростью, и если он встречал человека в круглой шляпе, он тростью сбивал, больше никаких наказаний. Но тростью он шляпу сбивал, не позволял поднять. Регламентация оказалась даже членом царской семьи. Императрица без разрешения Павла не имела права приглашать к себе своих сыновей. То есть своих с Павлом сыновей. Еще более ухудшилась ситуация с французской революцией. Русским молодым людям в 1799 году было запрещено учиться за границей. Тем, кто находился, было велено вернуться под угрозой конфискации имущества. Была учреждена цензура. Что еще очень важно, исполнители царских указов делали все, чтобы довести их до маразма и таким образом скомпрометировать царя и настроить против него население. Например, Павел приказал покрасить заново шлагбаумы черно-белый цвет. Губернатор Архаров, военный губернатор Петербурга, приказал дома покрасить черно-белый цвет. Так вот, как шлагбаумы. Кто виноват, Павел? Провокационная деятельность администрации Петербурга против Павла достигла широкого размаха, когда городом стал управлять человек по фамилии Фон дер Пален. Впоследствии, фактически, глава заговора. Шла сознательная дискредитация Павла. Поэтому к критике в его адрес и жалобам нужно относиться осторожно. Например, при Павле с военной службы было удалено 7 фельдмаршалов, более 30 генералов и свыше 2000 офицеров. Кажется, ну разгром армии. На самом деле, давайте посмотрим. Среди уволенных было, во-первых, много младенцев и стариков, служивших фиктивно, потому что младенцев записывали в службу. Старик уже закончил служить, но он еще числится. Вот Павел это ликвидировал. Во-вторых, было действительно много коррумпированных людей. Павел пытался бороться с коррупцией. В этом смысле Павел совершенно трагическая фигура. Трагическая вдвойне. Он вступил в схватку с системой, когда она была на подъеме. Петр Первый сам создавал эту систему. И система была слабее Петра. Но во времена Павла уже система была сильнее. И, кроме того, он не имел социальной опоры даже в верхушке. Без этого начинать войну против всех было невозможно. Поэтому он оказался обречен. И хотя Александр Первый и Николай Первый они в чем-то продолжили курс своего отца, они не осмелились освободить крестьянство. Как писал один русский дореволюционный историк, царствование Павла разразилось бурей только в верхних сферах русского общества. Из 36 миллионов людей, 33 миллиона людей благословляли императора. Это были крестьяне и солдаты. Конечно, дисциплины и наказания были в армии в той же жестоке при Павле. Их били солдат, не жалели в бою. Но так было и при Петре, так было и при Екатерине. В то же время при Павле за оскорбление нижнего чина стали наказывать так же, как за оскорбление офицера. И нижние чины это оценили. За 20 лет беспорочной службы давалось освобождение от телесных наказаний. Павел, когда стал царем, он сначала вообще завел такой ящик, народный государь. То есть любой человек мог бросить туда жалобу, и царь ее разбирал. Но, во-первых, жалоб накопилось очень много, а во-вторых, там стали кидать очень много карикатур. На Павла с бранными всякими нехорошими словами. А на Павла нарисовать карикатуру было очень легко. У него был специфический такой вздернутый нос, и на него хорошо очень было карикатуру рисовать. После смерти Павла народ и солдаты говорили, он был отец наш. И первый выход Александра в качестве государя перед Преображенским, а затем Семеновскими полками был встречен гробовым молчанием. То есть Павел для солдат был действительно отец, а Александр непонятно кто. Заговор против Павла имеет несколько источников. Внутри политический, внешне политический и внутри семейный. Прежде всего, против Павла оказалась настроенная его собственная семья. И Павел, казалось бы, делал все, чтобы толкнуть своего старшего сына Александра в группу заговорщиков. Однажды, например, Павел вызвал Александра и, показав указ Петра от 1722 года, спросил, знает ли он, Александр, историю царевича Алексея. Кто мне напомнит, что произошло с царевичем Алексеем, сыном Петра I? Нет, это спорный вопрос. А вот то, что его запытали и убили по приказу Петра. И Павел спрашивает, знает ли он историю Алексея. Все, свободен. Дальше, свои фаворитки Гагарин, и он говорил, что хочет сделать большой переворот и покатиться головы. Заговор начал оформляться в 1800 году. На первом этапе заговор возглавил вице-канцлер Никита Иванович Панин, который в детстве воспитывал Павла и хотел видеть его... царем, отодвинув Екатерину. Естественно, Панин никакого убийства Павла не планировал. Он планировал, Панин был уже очень такой пожилой человек, он планировал убрать его от строна. К Панину присоединились военный губернатор Санкт-Петербурга фондер Палин, князь Платон Зубов, последний фаворит императрицы. К заговору привлекли также Александра и Константина. То есть их поставили в известность, что, может быть, Александру придется занять трон Павла. Повторяю, никакого разговора об убийстве Павла не шло. Палин и Александр играли в очень хитрую игру. Палин несколько раз пытался вступить в диалог с Александром. Александр не отвечал ни да, ни нет. Он очень аккуратно уходил от прямого ответа на вопрос. И фондер Палин понимал, что нужно как-то повязать Александра чем-то. Ну и, наконец, кроме вот этой линии, была линия еще внешнеполитическая. Активным участником и организатором заговора выступали британцы, посол Великобритании в Петербурге. Дело в том, что к этому моменту, подробнее об этом будем говорить в лекции по внешней политике, но к этому моменту, к 1800 году, Павел начал сближение с Бонапартом. Они начали совместно продумывать антибританские меры, вплоть до совместного похода на Индию. И когда Павла убьют, Наполеон скажет, они не достали меня в Париже, имея британцев. В декабре было совершено покушение на Наполеона в Париже, но его карета неслась очень быстро. И поэтому взорвалась не карета Бонапарта, а следующая карета. Так вот, Наполеон сказал, они не достали меня в Париже на улице Сен-Никес, но они достали меня в Петербурге. Он прекрасно понимал, что британцы активно участвовали в этом заговоре. Значит, в заговоре участвовали британцы, косвенно Александр и такие люди, как Фондер Пален и целый ряд других людей. Но заговорщики были неосторожны, и по Петербургу поползли слухи о заговоре, и Павел узнал о нем. 9 марта 1801 года Павел вызвал к себе Фондер Палина, военного губернатора Петербурга, главу заговора. Павел, естественно, об этом не знал. И Павел спросил его, могут ли повториться события 1762 года, то есть, когда был убит Петр III. Фондер Пален, не моргнув, сказал, да, Ваше Величество, есть заговор, и я его возглавляю. Я проник в группу заговорщиков, все нити заговора находятся у меня, и я все контролирую. Мы возьмем их в тот момент, когда они решатся на серьезные действия. Но, сказал Фондер Пален Павлу, я боюсь, что заговорщики привлекут к своему заговору Александра I, и надо бы его изолировать. Поэтому не дадите ли вы мне приказ о его аресте, чтобы его отделить от заговорщиков. Павел тут же написал, так сказать, приказ об аресте Александра I. Они распрощались с Фондер Паленом. Фондер Пален поехал к Александру и показал ему приказ о его аресте. Тем самым он подталкивал Александра к участию в заговоре. Александр туманно дал согласие на участие, но тут же сказал и спросил, что ничего не должно произойти с отцом. То есть, просто он должен быть отстранен от власти. Заговор был назначен на 15 марта, но Пален понимал, что нужно поторопиться, потому что, возможно, утечка информации. Дело в том, что даже извозчики уже знали, что планируется заговор. Павел жил в Михайловом замке, и извозчики ездили по Петербургу, показывали на Михайловский замок перстом и проводили вот так по горлу. То есть, даже извозчики знали, что будет заговор. Поэтому было решено все сделать раньше. 11 марта Павел был очень раздражен, очень груб с Александром. Он сказал, что ему свиньями командовать. И очень интересно, 11 марта Павел дважды заставил семью, свою семью, жену и детей, присягнуть ему и дал слово не вступать в связи с заговорщиками. Во время ужина почему-то он повторял одну и ту же фразу – «На тот свет идтить, не котомки шить». 11 марта примерно 60 человек под руководством Аргамакова вошли во дворец, предварительно хорошо выпив для храбрости. Ну и, по-видимому, поскольку выпили хорошо, до дверей в спальню императора дошли 10 человек. Но кто-то просто струсил, естественно. И, в принципе, если бы не случай, вообще там цепь случайностей, которые работали против Павла. Во-первых, это 10 человек, когда они дотопали до императорских покоев, вышел капитан и сказал «А вы что тут делаете?». И заговорщики уже готовы были двинуться назад. Но Николай Зубов, брат Платона Зубова, последнего фаворита Екатерины, подошел к капитану, дал ему пощечину и сказал «Куда прешь, капитанина?». Капитан растерялся, и они дальше пошли в покой императора. Вторая случайность, которая не помогла Павлу, то есть работала против него, заключалась в том, что у него была потайная дверь. То есть была главная дверь и потайная. Опасаясь заговора, он приказал потайную дверь накануне забить. Если бы она не была забита, он спокойно ушел бы через потайную дверь, ну и дальше заговорщиков бы арестовали и повесили. Но он не мог уйти через нее. Поэтому он спрятался за портьеру, там его нашли. И дальше есть разные версии. Началась какая-то потасовка, скорее всего, его удушили шарфом. Думаю, что с самого начала заговорщики планировали убийство. И думаю, что Александр I это понимал, но делал вид, что не понимает. Когда Александру доложили о том, что отец случайно погиб при аресте, как было сказано, от апоплексического удара, Александр все понял. Он был вообще большой лицедей. Он разыграл сцену, что он не хочет на царство. Потом согласился. И таким образом в 1801 году российский император Павел I был убит. Но мы не поймем все пружины заговора без понимания внешней политики Павла, которая в свою очередь венчала внешнюю политику Российской империи в 60-е и 90-е годы XVIII века. Продолжение следует...